Кавказ В суровый час предбитвою с врагом Словами из священного Корана На помощь свали, покидая дом Своих собратьев горцы Дагестана Но был силен и беспошаден враг И мужество тонуло в смертном гуле Не мог собраться Дагестан в кулак И вновь горели сакли и аулы Эхо в том исходный класс Он народы наших спас Сол тамут в людских сердцах И сегодня и в весна И он пришел из города Тарки Спасителями края и Кавказа И сол тамутом битые враги Не нападали целый век ни разу Он основал черют красу степей Он разбудил свободу в человеке И возвеличив древний эндерей Шейх сол тамут прославился в навеки Эхо в том исходный класс Он народы наши спас Сол тамут в людских сердцах И сегодня и в веснах Имея роскошь князя Жил как все На равных был и с бедным, и с царем И лишь единственным во всей вселенной Богу Он с предпочтением давал поклон Сол тамут в людских сердцах Их репчат Богу 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 Береми в кухне в кухне в кухне. Казанщик. Казанщик. Я в интернете клеточу, а не знаю. Сайты пащи. Закон, то, что гарантируем каждому обществу самоуправление, самоопределение. Вот сегодня это первичный опыт граждан Российской Федерации в виде этого закона. Но самое следое начинается с духовного возрождения человека. Поэтому мы первым делом решили здесь поставить лечеб. Вот уже проходит более пяти месяцев на стадии завершения. То, что мы начали. То, что говорят о том, что мы не шумим здесь, не выходим. Как-то более-менее начали нас представлять. Это не означает, что здесь народ ушел. Нет, народ вступил в свои права и ведет свое хозяйственное действие. Осваивает земельный участок. На сегодня вот сами ребята своими силами. За счет помощи общества. Достраиваем, как говорится, мечеть нашу. И на открытой этой мечети планируем собрать всех наших братьев. Преволосить всю общественность. И, так сказать, запустить мечеть, которую мы начали. И, так сказать, мы его добьем до конца, добьем в этом году. То, что мы долго не выходили в эфир, это не говорит о том, что мы здесь ушли. Мы работаем вместе с правительственной комиссией. То, что назначил президент. Есть понимание проблем нашего общества. Но, увы, сегодня разом этот вопрос решить тоже тяжело. Поэтому народ сказал, раз государство сегодня не может в полной степени вести законодательный контроль, то общество взяло это право в свои руки. Как? В защиту своих гражданских прав в интересах. То, что гарантировано нам Конституцию Российской Федерации и производство. Сегодня здесь сформировано и формируется дачное сообщество Парки Карамар. Членами этого дачного сообщества являются 1600 человек. Роздано участков на 1600 человек. В основном это молодежь наших сел, которая нуждается в социальном, экономическом развитии и благополучии. Ну, общество сегодня самоизборо за решение проблем строительства и благополучия. Так, Заримфан Валерьевик. На сегодня вам вот самую ощутимую помощь в строительстве мечеты. Были вот помощи, которые помогли вам для строительства мечеты? На сегодня, честно сказать, назвать кого-то одного, двоих, троих мы не можем. Потому что этот мечет строится за счет вклада каждого индивидуального человека. Из всех 1600 человек здесь. Каждый внес свой вклад в материальном отношении и вот в физическом отношении. Это все строится за счет общества самого. Сама сознания самого общества о том, что это необходимо и нужно. По этому поводу общество приняло решение. Это духовное возрождение нашего общества. Поэтому общество само должно внести свой вклад в строительство этого духовного здания. В связи с этим сказать кого-то не могу. Хочу выразить всем благодарность за помощь. В основном здесь молодежь, которая работает, не устает. День, ночь, каждая смена здесь вкладывает свой труд. И каждый из них влез в свой вклад. Все это строится за счет общества, за счет благотворительности самих граждан нашего села. А так бывает у вас других кумыгских селений, которые приходят сюда? Честно говоря, сегодня здесь, на данной территории, очень много и других людей. На данной территории есть представители всех народов. Каждый из них вносит свою посильную помощь в материальном отношении. Мы со всеми, с теми, кто здесь непосредственно сегодня живут, они относятся с пониманием и даже предложением у этого общества, которое здесь проживает, построить здесь большую пятничную мечеть. Чтобы оно хватило всему обществу. Но пока мы начали с этой мечети, это будет мечеть Тарву Гарамана, первая, короче. А в последствии, мечеть для чего строится? Чтобы в нем человек мог приобрести духовное спокойствие, уйти от всего мирского. Поэтому раз мечеть построили, то мы же его построили для людей. Поэтому это в любом случае признак каждому человеку, что раз построили мечеть, значит здесь будет поселение. Здесь будут люди, которые будут ходить сюда на намаз, иншаллах. Для этого это все строится. И поэтому, если есть предпосылки у кого-то, что этот народ уйдет отсюда, что это что-то сделает, поэтому пусть посмотрят на нашу мечеть, то, что мы достраиваем его. И иншаллах здесь будут люди и будут ходить на пятницу на намаз. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok